Эту женщину язык не поворачивается назвать бабушкой, хотя ей давно уже не 50 и даже не 60 лет. В свои 73 Галина Цицаркина активно занимается спортом. Галина Андреевна, здравствуйте. Хороший темп набрали. Куда идем? Хороший, да. Пойдемте вместе с вами прогуляемся. Всего 2-3 занятия скандинавской ходьбой в неделю продлевают жизнь на годы. Галина Цицаркина ходит с палками два раза в день. В клуб активное долголетие. Туда и обратно. Здравствуйте. И что у вас по расписанию первое сегодня? У нас сегодня по расписанию йога. Переодевайтесь? Переодеваться будем. В клубе можно встретить немало энергичных пожилых людей 60 или 70 лет, которые с помощью занятий йогой возвращают подвижность суставов и приток жизненной энергии. Дружу со спортом. Вся моя семья дружит со спортом. Даже на даче всех соседей своих приучила. С палками ходим. Галина Андреевна с детства занимается спортом, а с йогой познакомилась совсем недавно. Пожилой возраст не является препятствием для занятий. Главное – выбрать грамотного инструктора. Крутим Галина, стоп. В одну сторону 5-6 раз прям рукой. Упражнения укрепляют здоровье, поднимают настроение, снимают боль, насыщают кислородом, кровь и мозг. А главное – дарят энергию и вдохновение для занятий творчеством. И Галина Андреевна уже спешит взять в руки спицы, пряжу и начать вязание. Галина Андреевна, вот у меня страсть к вязанию в холодное время года почему-то просыпается. Я люблю вязать осенью, зимой. А у вас как? А у меня, когда есть свободное время, если есть свободное время, я начинаю вязать. И тоже, когда дождь идет, люблю под дождь вязать. Дождь идет, гремит, а я вяжу. Вязать, шить, вышивать – всему научили мама и бабушка. Лицевая, изнаночная. Благодаря мелкой моторике мозг продолжает функционировать. Во время вязания повышается уровень эндорфина в крови. Эти вещества отвечают за настроение, эмоциональный фон. А это очень важно, когда хозяйка идет на кухню готовить для всей семьи. Галина Андреевна, мы наслышаны о ваших кулинарных способностях, о ваших талантах. Сейчас мы это не только услышали, но и увидели. Еще не пробовали, правда, да? Но какие красивые помидоры. Помидоры любят очень, чтобы рассол был сладкий. Потому что помидоры кислинка. Кислинка есть. Кислинка, и когда добавляешь больше сахара, вкус у них хороший. Чтобы максимально сохранить овощи и всю зиму иметь возможность питаться вкусно и полезно, получать витамины и микроэлементы, Галина Андреевна делает много заготовок. В этом году в ее вкусной коллекции около 300 банок. Любителям хрустящих огурчиков советуем взять в руки карандаш и записать рецепт. Берешь 870 грамм воды чистой, берешь 80 грамм сахара, 35 грамм соли. Это на 870 грамм воды, не больше. И 0,7 грамма в уксусной эссенции. Это когда закипит рассол. В рассол кидаешь перчик горошком, гвоздичку, лавровый листик. По совету опытной хозяюшки, огурцы нужно залить кипятком на 5 минут. В каждую банку добавить чеснок и ветку укропа. Банки не взрываются, огурцы хрустят и поедаются родными и близкими в считанные минуты. Галина Андреевна, ну вы у нас и спортсменка, и комсомолка, и красавица. Мне кажется, такими талантами обладаете. И все это может делать только по-настоящему счастливая женщина. Чувствуете себя счастливой женщиной? Да, я счастливая женщина. У меня есть семья, у меня есть дочка, у меня есть зять, у меня есть внук. Хармистер-баянист по образованию Галина виртуозно играет еще и на баяне. И любит петь народные песни. Галина красная, Галина вызрела, я у калит очки характер вызнала. Галина Цицаркина с легкостью могла стать автором и главной героиней книги «Жизнь домохозяйки на пенсии» и поделиться секретами красоты, здоровья, а самое главное – рецептом настоящего женского счастья. Татьяна Горностаева, Андрей Капустин, Первый Матичинский.